Продолжение следует... 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 Ах, животное мое заборочилось. Животное видит в конечной тьме, Животное настигнет меня в лабиринте снов, Заставит в панике бежать и кружить, и жить. Ларький холодный нос, плоский макнатый хвост, Лава когтистая, о, размером с половину бобра, Радужные пронзительные глаза, Для его животного чувствует пол, Оно не подчиняется инстинкту размножения, Самоуничтожения или самосохранения. Мое животное, просто приходит какое-то вновь и вновь. Там все так на мне. Худочное произведение исполняется с поддержкой музыкантов. О, спасибо большое. Кто-то унес искалик, вот так бывает. Только оставишь искалик, и его уже нет. Так, секундочку. Худочное произведение, очень важное художное. Исторический момент сейчас тревожный, товарищи. Политическая обстановка напряженная. Значит, враги со всех сторон, и друзей нет уже, они остались. Даже мы враги, уже сами себе. И в этой ситуации... Что происходит? И в этой ситуации... Открывается текст. Надо вспомнить примерность прошлого. Чтобы, так сказать, в будущем, товарищем, оно было... Тоже было. А не как-то вот там, понимаете, вот это вот там. Карибский кризис. Разгорался Карибский кризис. В мире царила напряженность. Хрущев хмурился и молчал, пока 214 шел на посадку. Надо ебать бомбой, думал он. А у издания веки-то летит, а? Доказки достали. За окном сникали пальмы. Референт услуживый загнулся. Ихид Сергеевич, прибыли. Родина далеко, Коля. Здесь как-то передовой. Кинсерком партии СССР встал с кресла. Размял плечи. Хрущев вышел на трап. Из самолета вдохнул всей грудью вкусный воздух. Перед ним раскилался солнечный Карибский остров. Эх, правильное место подобрали товарищи. Правильное место для секретной встречи с президентом Соединенных Штатов Америки. Женом Гэннеди. Я б так хотел быть хулиганом. Не на сам речь, а языком. Замазывать гипсом в уши панном. Задурвать голову хлопчуком. Я б так хотел быть распиздяем. И два пиздяем. На ватры. Факиром с гадами. Хотя им не скажешь в уши на лостры. Я б так хотел быть плодовитым. Не прогучать, а нашуметь. И пытля мертвым знакомитым. Такого дать, что охуеть. Я б так хотел быть эрудитом. Кабусь амузнать меруды. Писать у ниву текуды там. Де малоласной ерунды. Я б так хотел быть эстетом. Не допускать фопа и фопо. Почас шампанского с паштетом. На презентации у сельфо. Я б так хотел быть экстравертом. Нехай лечили б, что я гей. Сдымать кино, як дзигавертал. Писать, як той жадан Сергей. Я б так хотел быть экстрасенсом. Каб сенс валив з мене ж другой. Я б так хотел заняться сексом. Тут и тяпер с самим собой. Своей золотой молодостью, просунутостью. А наиболее з'яднанным своим коллективом. Собаку выгуливаюць разом. По городе бегаюць разом. Отбегу з ушэми тягаи наушников белая поспуть. Наведуюць разом театр. И кинотеатр, и краму. Супольна сходзь на працу. Супольна латаюцца с працы. У ванне купаюцца разом. Каханням займаецца разом. У хлопцов стоить у сих разом. А у девок синхронная течка. Як мило сядзесь над вачорком. Под вокнами слухать суседзел. И самое милое ў гэтым. Что их я пуйболу не бачну. Сьогодне на Петшине великое свято. Для варьятов спевая зорка 80-х. Зорце само ёжо 80-х утка. Але тримаецца як професійная музычная простытука. Бобач по трёхзорковой рестораций по надправе отбывается уже светная конференция дилеров. Тубок дзя лягал. Дилеры, не ведёши на шпёку. У сей акадзин у гарнитурок. Ко подразу было видать, кто дилер, а кто придурок. Пеший руд дилеров регулируют спотом оддели в мундирок. Что нагадываю мне Ким Чжун. Хэньян. У часы Ким Чжан Кира. Я сподяюся фринансе, что дилеры, опторы дилеры наркоты. Зорки 80-х повторяю на бис, або два своя хиты, які варіаты заховали в памяті у водорознення от своих имён. «Слёзы сніг, слёзы сніг, земля літ, земля літ, земля літ, рукамиць, 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 очи день, очи ніч, очи сон». Небо спит, небо спит, небо спит. Горит свит, горит свит, горит свит. Листя сад, листя сад, листя сад. Пісня свит, пісня свит, пісня свит. Она спросила, или она любит море, но он все молчал. Она спросила, или они смотрят корабли за капитанами, но он все молчал. Она спросила, почему в воде так много терпения. И в его молчании народилось море, и плывли корабли, и сумели старые капитаны, и слушали, что море в мушле, и переглядали пожокли святыми, и рассказали унукам про свои манки. А в хвиле тихо потили, а в хвиле тихо шепотили. Это что-то свое. Может, про погоду, а может, чекала на ветер с моря, а может, просто чекала. И она почувала силу его воды, и она почувала силу его терпения. Как мне рассказать вам? Вот в детском саду меня заставляли есть борщ. А я не хотел. А я не хотел. А меня заставляли. Давай, ешь борщ. Для тебя готовили. Не стыдно тебе? Дома попробовал бы ты не есть, а здесь, значит, ешь. Ешь, ешь, ешь. Жри, жри, жри. Ешь, ешь, ешь. Жри, жри, жри. Не зря, что ли, повар Наталья Павловна старалась. Что я тут с тобой сидеть должна? У меня других детей полно. Они все съели и свободны. А ну, Смирнов, давай, ешь борщ. Борщ, борщ. Давай, ешь борщ. Борщ, борщ. Запах свеклы вареной. Капуста плавает, плавает. Дети смеются. Смирнов опять ничего не ест. А пока не доешь, из-за стола не выйдешь. А пока ты свой борщ не съешь, играть с другими детьми не пойдешь. А если ты борщ не сожрешь, мы тебя нарежем мелкими локтями и запрем в темную комнату. Нашинкуем и сварим в котле. Ешь борщ. Ешь борщ. Ешь борщ. А я, мальчик дурной, холодел изнутри, потел в столовой детского сада, но понять ничего не мог. Одинокий, маленький мальчик. Вас тут слезу не пробило? А меня пробило в мои шесть лет. Слезы капали в борщ. Взял я ложку и начал есть. Стал я жрать этот борщ ледяной со слезами. Давился и давился и давился и давился и давился и давился и давился. Картошкой, паркошкой, свеклой, капустой. И вот меня вырвало. Я еванул из меня красным потоком обратно в тарелку. Вышел весь борщ целиком назад, как Иисус. В небо взлетел на третий день после смерти. И они испугались. Они от меня отстали. В покое меня оставили. Мои воспитательницы. Плохого мальчика Смирнова, который не ел борщ прекрасный и для всех приготовленный. Не помню, что было дальше. Помню только этот момент. Меня рвет всей моей будущей жизнью в круглую тарелку. Без надежного одиночества. Пять посвященников внизу кресты, как гири. Один сомбоном внизу полы. Их уже в четыре. Четыре засвященника заходят в алтали. Выходят, господи, прости, а их осталось три. У трех засвященников для мира хоть мертва. Один, однако, ожил вдруг, и их осталось два. Два засвященника влюсти лишили чин. Но рядом снял один из них, остался лишь один. Один засвященник, как боря за ним мог, На воды отбыл на Кавказ. Остался только Бог.